всем привет с вами ирина в этом видео я хочу немножечко рассказать вам про адаптацию растений из азии потому как последнее время действительно очень очень много возникает вопросов что же делать с полученными растениями как же их адаптировать стоит ли пересаживать и очень очень много таких вопросов возникает и для того чтобы каждому писать индивидуально это конечно же занимает ребята очень очень много времени вот честно даже снять видео выделить вот этих буквально каких-то пять минут потом загрузить это обработать катастрофически не хватает порой кажется что 24 часа в сутки это очень очень мало при том при всем что я очень рано встаю очень поздно ложусь сплю я очень мало но по крайней мере справляюсь а вот дело в том что когда мы получаем заказы из азии все-таки нежелательно их сразу в тот же день доставать из горшочка и пересаживать в первую очередь так как на уличке у нас сейчас достаточно прохладно я все-таки говорила бы оставить эти растения после получения хотя бы если бы получили к примеру посылочку вечером оставить растюшечки в таком виде до утра пусть растения хотя бы комнатной температурки прогреются то есть не нужно их сразу вот быстро раз и и тормошить пусть они постоят откройте просто коробочку поставьте их вот и пусть они до утра у вас постоят немножко обогреются вот все растения я стараюсь отправлять просушенные те растения которые пришли очень сухие прям такие очень-очень сухарики мне пришлось их поливать потому как листики видно что были уже немножко такие вяленькие то есть в любом случае растения нужно было поливать вот я немножечко опрыскивала прям доставала из горшка потому что те растения которые очень хорошо высушены они просто легко вот берешь за само растение и прям из горшочка достается вот мог с корешками а горшочек остается я просто обмакивала водичку и после этого буквально ну то есть я и в воде не держала просто обмакнула и после этого поставила в горшочек ну хотя бы верхние корешки чтобы пропитались водичкой вот далее спрашивают про пересадку во что пересаживать стоит ли вообще пересаживать ребят азиаты адаптируется все-таки не так легко как те же европейские растения я вам объясню почему потому что по сути те же европейские растения которые мы часто встречаем в теплицах германии к примеру да это все растения насколько вы знаете все это поступает к ним из азии но они адаптируются под немножко другие условия да как бы тоже тепличные но там влажность немножечко ниже световой день тоже не такой большой фитолампами досвечивают но буквально маленькие растения подростки то есть никто особо там не заморачивается этим всем просто освещение ездили ну как бы такое чтобы она вот влияла непосредственно на рост растений на взрослых растениях такого нету на подростках или те которые высажены из фласок растения там да там конечно же специальные условия у них вот поэтому эти растения когда попадают уже к нам они уже считаются как бы адаптированные вот поэтому сразу пересаживать эти растения немножечко опасно могут пересаживать те кто давно занимается орхидейками кто уже знает и не боится их пересаживать и знает какие действия предпринять в случае если вдруг растение опустит листики дали смышь что-то начнет происходить не то но для того чтобы растение не опускала листики да не испытывала такой большой стресс все-таки я рекомендую на некоторое время оставить растение непосредственно во мхе в родном мхе вот как растения приходят очень многие кстати считают что растение приходит в транспортировочных как бы горшочках да мог тоже это транспортировочный субстрат ну хочу вам сказать что большинство растений в тайване они все-таки ребята растут во мхе некоторые растения до перед отправкой там пересаживают или из маленького горшочка то есть видно когда свежая посадка когда растения растут же достаточно давно в этих горшочках ну вот видно даже к примеру вот по этому растению что-то растение росло достаточно давно в этом горшке видно по поверхности мха если мы возьмем для сравнения вот это вот растение видно что это растение даст но относительно свежей посадки потому что мог вы видите какой он еще сверху как бы не успел позеленеть вот так что ли да вот как некоторые растения вот есть сверху такой прям зеленый зеленый мох вот так сбоку если посмотреть очень хорошо даже видно вот в тайване садят и выращивают орхидеи абсолютно нормально во мхе и как бы страшного в этом ничего нету ну как у них условия позволяет у нас условия немножко другие у нас нету столько влажности вот и бывает такое что конечно у нас окошки наши они бывают достаточно прохладные если вот этот комок мха мы очень хорошо напоим он будет очень мокрый поставим на прохладное окошко ну конечно же могут быть проблемы у нас корнями поэтому ребят но недельку две хотя бы нужно оставить растения во мхе для того чтобы хотя бы вот листики чтобы они адаптировались к вашим условиям вот тогда уже смотрите по обстоятельствам и пересаживаете растения при пересадке данных растений абсолютно нет ничего страшного если вы освобождаете растения от мха и внутри есть два три четыре гнилых корешка это абсолютно для азии это абсолютно нормальное явление те кто интересовался и искали возможно видео на ютюбе то видели как азиаты пересаживают растения они это делают очень классно очень ловко никто с этим не играется никто не церемонится единственное что все таки они ножницы они на огне прокаливают прежде чем отрезать вот эти гнилые корешки а вот освобождают растения от мха корни вот прокаливают ножницы и буквально саму серединку они просто отрезают буквально чуть-чуть просушивают под попу кусок мха и корни на поверхности мха и это все засовывают в горшок в итоге мы получаем вот вот эту вот картину как на вот данном растении да то есть не страшно абсолютно если внутри у нас гнилые корешки то есть мы достаем растения внутри вот где сам низ да мы можем отрезать эти гнилые корешки и вот таким вот образом посадить вот самое важно чтобы корни были на поверхности то есть чтобы они видели свет вот такая вот основном основные как бы нюансы посадки в мох у азиатов ну по крайней мере из того что я нашла из того что я искала и на ютюбе и вообще искала как бы на различных ресурсах информацию вот после всего того что я промониторила вот я поэтому могу сейчас с вами поделиться тем что я уже знаю про азиатские растения вот так что если у нас внутри парочку таких вот есть как бы гнилых да ну то есть они не могут внутри расти нормально то есть даже если мы пересаживаем дальше растения в мух она у нас будет расти к примеру год времени через год нам нужно будет это растение пересадить достать и у нас может быть та же картина то есть могут пойти и в серединку опять же молоденькие корешки и они будут там конечно же портится потому что там постоянная постоянная влага вот так что можно оставить растение во мхе поливать можно буквально вот по краю не допускать сильного сильных просушек так чтобы растение было как сухарик этого делать в принципе не нужно потому что эти растения привыкли достаточно влажным условиям и им больше нравится когда корешки их не слегка влажные но как бы мог тоже не слишком мокрый а вот именно слегка влажный потому что если бежишь повторюсь сильно мокрый будет ком хай мы поставим с вами на прохладное окошко а если мы еще и откроем проветрим но корешкам конечно не повезет поэтому в этом плане нужно быть осторожным а а вот далее что касается самой пересадки если вы уже надумали пересаживать ребят старайтесь вот вы из одного растения достали вот этот вот весь мог отложить его просто на кулечек и просушить его слегка при пересадке если вы хотите посадить к примеру растения в кору значит добавьте немножко именно вот этого мха в котором росло вот это растение не из другого растения а все-таки из вот этого растения именно из этого горшочка почему потому что здесь вот в этом хи уже образовалась ну как бы своя определенная микрофлора вот в которой растению комфортно расти поэтому желательно эту микрофлору все-таки перенести в новый как бы субстрат да но в новый горшочек в новый субстрат Поэтому желательно все-таки немножко мха использовать для посадки. Для тех, кто боится мха, можно сделать таким образом. Мы можем взять чуточку мха, немножко его просушить и просто взять, вот как мох такими длинными полосочками идет, можем просто его постричь ножницами на мелкие такие частички. То есть буквально каждый сантиметр раз-раз ножничками прошлись, измельчили мух и смешали буквально тоже чуточку с корой. Поливать такое растение в коре нужно будет немножко чаще, потому что кора просыхает намного быстрее, чем просыхает мох. Я очень не рекомендую в зимнее время замачивать растение, как многие пишут, что нужно растение поставить и напоить на сантиметр, на два в воду и напоить растение. Ребят, дело в том, что я практиковала тоже такой метод полива. Дело в том, что если у вас в квартире прохладно, я категорически не рекомендую этого делать. И объясню вам почему. Вы можете попробовать сами и убедиться в этом лично. Когда вы ставите растение, напаиваете горшок с мхом водой. Мух настолько много вбирает в себя воды, что вплоть до того, что вы можете достать растение с горшочка. Эти растения, кстати, достаточно легко достаются из горшка. И просто вот как сам мох с корешками, он буквально чуточку вот так вот сжать, немножечко, не сильно, чтобы не повредить корни. А слегка вот так вот нажать на сам мох, и вы увидите, насколько сильно потечет вода. Вот, поэтому большой застой воды нам тоже здесь не нужен. Если же у нас постоянно в квартире тепло, постоянная влажность, и как минимум дует вентилятор, чтобы была циркуляция воздуха, ну тогда можно такое практиковать. Но для новичков я такое тоже не рекомендую, потому что потом начинается очень-очень много проблем, и потом будет очень много обвинений. Вот, вы так сказали, и я так сделала, и как бы растение погибло. Поэтому, ребят, прежде чем что-то делать, все-таки вы подумаете, подходит ли для ваших условий такой метод полива. Поэтому я все-таки рекомендую поливать по краю горшочка, не стоит замачивать. Если, конечно, это такой пришел хороший-хороший сухарик, ну, естественно, тогда выбора у нас нет. И тогда нужно, конечно же, замачивать, потому как, когда мы поливаем очень сухое растение по краю, просто водичка стекает, и мок даже не успевает в себя впитывать. Вот, про посадку, да, то есть кора с омком в обязательном порядке. Далее, что касается, можно ли что-то добавлять в кору. И, ребят, можно, опять же, смотрите на свое усмотрение. Кто-то добавляет серамиз, кто-то добавляет уголь, кто-то еще что-то. Кто-то любит там кока-чипсы, к примеру, да, то есть это уже смотрите на свое усмотрение. Если у вас растения растут в таких субстратах, чувствуют себя прекрасно, значит, без сомнений, тогда пересаживайте. Учитывайте, что у всех разные условия. Это очень-очень важно. Поэтому мне очень сложно отвечать на такие вопросы, вот что мне делать, во что мне пересадить растения. Ребят, смотрите на свои условия. Мне очень сложно кому-то что-то рекомендовать. Еще раз повторяюсь, и в сотый раз буду повторять. Смотрите в первую очередь на условия содержания растений. После пересадки растения поливаем мы их просто водой. Нежелательно сразу использовать какие-то там различные стимуляторы роста. Сейчас очень большая пошла реклама вообще и в интернете, и по группам. Радифарм и всякие-всякие разные стимуляторы роста. Я не очень рекомендую это все использовать, потому как если у вас пришло здоровое, нормальное растение, смысл вам этих стимуляторов роста. Поливайте просто удобрением. Слабеньким-слабеньким раствором и растюшки будут расти отлично. Не нужно покупать всякие дорогущие стимуляторы, поливать и думать, что растение вырастет в 3 раза быстрее. Этого не будет. Растение будет и так расти, насколько оно сможет, насколько ему будет хватать сил. В зависимости от поливов, от ваших подкормок. Простые стимуляторы роста. Выгоним мы очень быстро, к примеру, листву. А что будет дальше? Растение может просто присесть настолько на вот эти стимуляторы, что оно просто потом откажется напрочь свести. Поэтому прежде, чем использовать даже какие-либо стимуляторы роста, ребят, вы все-таки подумайте, стоит ли. В принципе, думаю, я ответила на хотя бы часть ваших вопросов. Если еще какие-то вопросы у вас будут возникать, пишите. Я по возможности постараюсь обязательно ответить. Честно говорю, на YouTube в последнее время захожу крайне редко. Отвечаю на ваши вопросы крайне редко. Я уже, когда закончу с этими всеми заказами, как-то сяду и выделю 1-2 дня YouTube обязательно. Ну, а я буду пока что с вами прощаться. Здоровых вам растюшек, позитивного вам настроения и всего-всего самого-самого наилучшего. Спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.